здравствуйте меня зовут миша и сегодня у нас вторая часть вебинара по оптимизации сайта значит поставьте пожалуйста два плюс а те кто был вчера два плюс а те кто был вчера поставьте хорошо а те кто не был вы можете посмотреть скоро будет видеозапись и презентация уже на сайте доступно сможете посмотреть о чем мы говорили вчера о чем мы говорили перед этим когда был вебинар по технической оптимизации и остальные наши предыдущие вебинары потому что очень многое из оптимизации сайта на предыдущих вебинарах тоже освещалась и перейдем значит теги title description keywords h1 и пару подпунктов к этому пункту требования к тегам откуда брать информацию этих об этих тегах шаблонизация во время написания тегов после этого оптимизация иллюстрации кто-то вчера просил я этот пункт добавил он маленький совсем микроформаты то есть или семантическая разметка какие еще называют как проверять ошибки разметки и не в конце вам дам небольшой список немного ссылок на информацию что еще можно почитать о поисковой оптимизации значит мета теги ну первое что нужно знать это принципе что вообще поисковые системы считают о ну что они вообще говорят нам о мета тегах и здесь я вам даю сразу четыре ссылки и у google и у яндекс справки есть информация о мета тегах и там она разбита на два раздела первом разделе всегда дается общей информации о тегах потом там но есть обычные теги есть мета теги делится и есть мета информации и так дальше вот это вот там все разбито очень удобно все написано и с этой информации я вам рекомендую ознакомиться в первую очередь там в принципе ничего возможно для тех кто работает в области села там наверное ничего много нового не будет но узнать стоит в любом случае и тогда мы сразу перейдем к некоторым конкретным вопросам ну я думаю вот эту информацию в интернете вы только легко найдете и наверное вы знаете что есть некоторые ограничения по количеству символов которые можно использовать тегов title description кейл также если вы посмотрите на справку google и яндекс по ссылкам которые вам показал предыдущем слайде вы увидите что и google и яндекс рекомендуют пока когда вы записываете в код мета теги они рекомендуют использовать атрибут метанейм и я вам сейчас принципе наверно смогу быстренько показать как это выглядит проплюсуйте что виден рабочий стол пожалуйста хорошо значит значит сейчас инструменты которые вам нужно постоянно использовать в своей работе если у вас вдруг возникает какой-то вопрос большинстве случаев вопросы которые задают там во время докладов во время вебинаров это вопросы ответы на которые легко можно найти в справке google если у вас есть какой-то вопрос не ищите кому его задать а просто пойдите в справку и посмотрите вот смотрите мета теги вот в google есть вот такой вот раздел и вот смотрите вот метанейм дискрипшен метанейм роботский ворс вот смотрите то что нам сейчас нужно по нашему вопросу вот так вот должны выглядеть мета теги метод тег дискрипшен тег кейворц на вашем сайте и там есть еще какое-то определенное количество то есть вот как это происходит открывается тег обозначается мета теги метанейм равно кейворц кавычках контент равно кавычки и здесь уже непосредственно ваш кейворц например или ваш что там дискрипшен в данном случае все очень просто в таком вот виде нужно это все записывать на вашем сайт значит для чего нужны ограничения по символов по символам когда вся информация выводится в сниппет в результатах выдачи поисковой системы вместо для сниппета ограничено мы знаем что там на страницу выводится если не ошибаетесь 10 результатов наверное из органики и там реклама сверху по бокам снизу поднят уже отведено место и сниппет поставьте плюсы пожалуйста кто знает что такое сниппет отлично все ну и я думаю вы тогда понимаете для чего ограничение того чтобы информация красиво отображалась сниппете потому что если тайтон например заголовок страницы будет у вас очень длинным то пользователь его не верь прочитает сниппет у нас нужен для того чтобы повышать чтобы увеличить количество человек которые из результатов поиска да в принципе попадут на ваш сайт потому что если сниппет будет привлекательным он будет содержать фразы которые задал пользователь поисковой системе там будет какой-то хороший текст информация полезная например если это мой интернет-магазин то там уместно вот как раз в сниппете чтобы была информация скид чтобы там был адрес например чтобы там были номера телефонов короче любая какая-то там заманушка плюшка вот это вот сниппете и тогда человек будет кликать на вашу ссылку из результатов выдачи поисковой системы и будет попадать на ваш сайт значит смотрите если у вас например маленький сайт то принципе все теги можно прописывать вручную то есть если у вас там 10-15 страниц на сайте берете ну берете эти страницы и прописываете тайтл description keywords туда вставляете h1 даете если у вас большой сайт там портал какой-то информационный интернет-магазин с тысячами товаров то тогда это все нужно будет автоматизировать как это автоматизировать это вопрос к программистам у них там есть специальные инструменты скрипты которые позволяют просто взять шаблон и мы сейчас о шаблонах поговорим и вот например как здесь шаблон эта модель построения вот шаблон нарисован то есть они берут просто и используя переменные подменяют данные в шаблоне и добавляет это все там на тысячи страниц значит вот здесь вот есть ссылочка я вам сейчас ее тоже дам это ссылка на dropbox по ней вы можете скачать текстовый документ с примером шаблона для шаблона тегов которые можно использовать на сайте а значит смотрите как это происходит давайте я вам опять покажу рабочий стол сейчас я сам скачаю а вот он открылся подтвердите мне пожалуйста в чате двумя плюсами что у вас рабочий стол мы виден что вы видите вот этот текст документ хорошо а значит смотрите вот здесь вот у нас есть сверху модель для построения шаблона то есть принципе это то с чего нужно начать вы должны сами для себя вот визуального так представить структуру сайта то есть как у вас будут расположены страницы где будут какие категории да и вы тут сразу задаете переменными обозначаете то есть у нас есть например страницы главное и страницы удилище это из сайтов про рыболовлю уделить эта категория номер один да то есть она и сразу после главной ну логично вы таки и называете после этого votre 2 категория то есть в удилищах есть подкатегория на спиннинговое удилище обзывайте этом категория 2 или подкатегория или как хотите любое название главное чтобы вот эта форма у вас всегда будет перед глазами и вы не запутались в определяемых понятиях после этого например у нас вот здесь спин двух удилищах то есть вторая категория содержит что-то еще она содержит либо третью категорию либо сразу страницу бренда в данном случае то есть здесь у нас в данном случае это страница бренда но ее можно обозвать и как категория 3 до либо сделать так смешаны потому что некоторых случаях там будет просто категория не по бренду да например спинговый делишь вдруг он делятся еще на какие-то либо будут сразу бренд под которым продается спиннинговые делища и на четвертом месте у нас уже уже страница товара то есть спиннинга вот главная страница категория 1 удилища категория 2 спиннинговые удилища и вот здесь уже например сразу товар либо здесь может быть еще категория 3 шимана вот сюда его можно воткнуть между спиннинговым и после этого у нас будет уже непосредственно страница товара а значит и шаблоны теперь то есть вы берете вот эту вот категорию и вот она категория один в данном случае удилища сейчас я вам покажу на сайте это делалось для вот этого сайта сайт интернет-магазин для рыболов открывается значит смотрим на наш шаблон категория 1 удилища например ну вот в данном случае все категории один вот они сейчас сайт прогрузится вот здесь вот вот верхнее меню самый верхний уровень это все первые категории категории первого уровня до вложенности удилища катушки приманки и так далее все это первое то же самое вот здесь в это видите слева в меню это все будет первый уровень а значит как мы строим для них шаблон тегов title используем слово купить использовать ли это слово или не использовать тегах это я не дам никакой конкретной рекомендации просто пробуйте можете провести тест для одной категории сделать например купить и через неделю поменять на без купить и проверить как у вас это будет работать в данном случае купить здесь используется потому что это интернет-магазин слово купить в принципе позволяет собирать коммерческие запросы да когда человек одно дело когда он просто ищет спрашиваю поисковой системы да что такое спиннинговые удилища и он пишет купить спиннинговые удилища то есть один запрос будет коммерческий один будет информационный если наш сайт например информационно ну пользователю ничем до помочь не может нет у нас статьи например которые объясняют спиннинговые удилища вот запросы которые купить нам интересные они релефант и потому что у нас есть товары данной категории значит используем здесь слово купить в данном случае использую категории один здесь даем название то есть если мы помним у нас здесь будет название категории один это будут либо удилища либо например купить катушки, купить приманки, купить одежду, обувь, там рыболовецкие товары, лески, шнурки и так далее. То есть сюда подставляем значение переменной. И дальше пишем в интернет-магазине для рыбаков domain.com. Ну, здесь вы указываете свой демен. То есть в данном случае это Shimano in UA. Бренд будет фигурировать, да, у нас и по брендовым запросам, в принципе, когда пользователь будет вводить бренды, да, это будет, потому что Shimano, например, бренд известный, это японская фирма. Если вы просто вобьете сейчас в Google Shimano, то вы увидите, что там вылезет огромнейшее количество страниц, у которых в адресе, ну, в домене, да, есть слово Shimano используется. Конкуренция высокая конкретно по этому слову. То есть, ну, в бренд есть смысл указывать в тегах. И здесь вы пишите, что это интернет-магазин для рыбаков. Опять же, вы здесь охватываете семантику, да, когда, например, пользователь будет искать, например, просто интернет-магазин для рыбаков, да, то, как бы, у вас тоже есть шанс попасть на страницу результатов выдачи по конкретным запросам. Вот эти вот все принципы, они используются, в принципе, для всех страниц. Вот здесь у нас description, купить категорию 1, опять подставляем значение переменной. И здесь делаем такой просто интересный для пользователя ТЕПС. Например, пишем, что у нас всегда есть регулярные акции и скидки на товары для рыбаков. Доставка и оплата при получении. Киев, Одесса, Запорожье, Харьков. Перечисляем здесь некоторое количество топонимов, которые выуживаем из семантики. То есть, смотрим, например, ну, например, есть запрос купить идилище, да. Смотрим по семантике, где чаще хотят купить. Потому что очень часто пользователи пишут название конкретного города. Они говорят, хочу купить идилище в Киеве или в Одессе или в Запорожье, да. Если есть высокая количество, ну, высокая частотность у данных запросов, то название города можно, в принципе, вынести вот сюда и добавить его в тег. Кейвордсы просто вставляете туда примерно до 200 символов ключевые слова, которые будут релевантны содержимому категории. Ну, если это категория, да, там, то купить удилище, например, интернет-магазин, товары для рыбаков, рыбалки там и так далее. Просто перебираете семантику и достаете оттуда. Ну, и в ваш один пойдет название категории в данном случае. То есть, если вот мы откроем сейчас страницу с удилищами, очень медленно она работает почему-то. Короче, если вы откроете страницу удилища, то вы увидите там все то, о чем мы здесь говорили только что. После этого шаблон категории 2. То есть, это все подкатегории, которые находятся в первой категории. То есть, в удилищах там будут спиннинговые, карповые, фидерные, кастинговые и так дальше. Это все вторая категория. Здесь точно по такому же принципу все происходит, но в дескрипшене уже есть изменения. Мы пишем купить, подставляем сюда значение переменной, там, например, спиннинговые удилища. И здесь мы можем для пользователя уже указать цену. Мы можем сказать, что, например, на нашем сайте можно купить удилище в такой-то цене и пишем, берем минимальную цену категории. Если у нас в категории спиннинговые удилища есть самое дешевое удилище за 250 гривен, то мы пишем, что у нас можно купить спиннинговые удилища по цене от 250 гривен. И дальше пишем, что будет доставка там и все такое. И, например, дальше шаблон для категории 3 либо страницы брендов. Тот же принцип. Пишем здесь цену в дескрипшене. Тайтпл пишем просто уже купить и название там, например, спиннинговые удилища Шимана и там на таком-то сайте указывайте здесь домен. И шаблон для страницы товара. Пишем в данном случае купить, название товара, там модель какой-то конкретной удочки, например, в интернет-магазине для рыбаков. Указываем здесь домен. И здесь в дескрипшене можно написать, что купить этот товар, то есть название, конкретную модель можно, например, по акционной цене, как здесь написано. А конкретную цену не указывайте, потому что если цена будет на товар меняться, то вам нужно будет не забывать менять теги. А это достаточно трудоемко делать очень часто. И здесь вы пишете, что доставка, оплата и так далее. Вот, в принципе, и все. Вы можете эту штуку скачать по ссылке, которую я вам заставил. Теперь вернемся к презентации. Так, давайте я сразу отвечу на вопросы, которые у вас здесь возникли. Олег спрашивает, обязательно ли, чтобы слово купить было на первом месте в тайтле, если по семантике запчасти для МВ купить в Киеве. Смотрите, слово купить можно вообще не ставить. Смотрите по вашей семантике в первую очередь. Вы правильно написали, что если семантика такая, используйте семантику. Смотрите, как это в семантическом ядре и в запросах, во фразах, которые используют пользователи для поиска конкретных товаров, конкретной тематики. И берите это оттуда. То есть, слово купить не нужно всегда использовать. Можно вообще его не использовать, если его нет во фразах пользователей. То есть, анализируйте семантику и исходите исключительно из этого. Мэткат спрашивает, нужно ли указывать города в тайтл. Опять же, не обязательно. Смотрите на фразы, на запросы пользователей. Если они часто хотят, там, города, да, используют, значит, используйте. Либо если у вас региональный магазин, если вы, например, хотите только в Одессу продавать, вот не хотите вы делать, там, доставку в Киев или, там, в Винницу, тогда можете проставлять, чтобы все понимали, что ваш регион, например, ограничен только, там, одним городом. Тогда можете везде писать, что вы в Киев, Киев, Киев или Одесса, Одесса, Одесса и так далее. Спецсимволы в description для выделения в сниппете используйте. Смотрите, напишите, какие спецсимволы вы имеете в виду, чтобы я понял. И пока перейдем дальше. Значит, по шаблонам ссылку я вам дал. Можете качать, смотреть, как пример. Оптимизация иллюстрации. Кто-то после вчерашнего вебинара написал, что хочет про оптимизацию иллюстрации. Здесь особенно сказать нечего. Все достаточно просто. Из рекомендаций, опять же, которые поисковые системы, что нужно сделать в первую очередь. Это в коде страниц нужно строго задавать размеры иллюстраций. То есть, если у вас, например, где-то на странице используются какие-то картинки. И когда браузер, например, обращается к серверу за страницей, сервер к браузеру отправляет код этой страницы. И в коде может быть там, что такая-то картинка должна находиться на таком-то месте, а вот ее размер нужно динамически просчитывать во время построения рендеринга вот этой страницы уже на экране пользователя браузера. И браузер, вместо того, чтобы сразу показать картинку в нужном размере, если бы это было задано изначально, он тратит время на подсчеты. А если сайт большой, страница объемная, большая, картинок много. Еще если они хранятся на сервере в каком-то оригинальном размере, там, 3х3 тысячи пикселей, например. Ну, и браузер тратит, собственно, время на то, чтобы просчитать все вот эти вот данные. Поэтому, если вы строго зададите размер иллюстрации, вот здесь примере, например, написано, да, это пример с розетки, картинки там какой-то, да, взятой со страницы. Вот если браузер сразу будет получать в коде вот такие данные, да, что высота картинки должна быть, например, 89 пикселей, а ширина 118, тогда будет все четко, браузер сразу отобразит картинку в нужном размере, не будет тратить время на подсчеты. Значит, нужно указать атрибуты alt и title. Alt – это, в принципе, альтернативный текст. Alt – это когда у вас картинка пропадет, на ее месте будет отображаться альтернативный текст. Можно говорить о том, что альтернативный текст является описанием картинки, потому что он, в принципе, передает смысл того, что находится на картинке только в текстовом виде. Поэтому, если у вас на картинке фотоаппарат, напишите в Alt – фотоаппарат. Ну, и что-то там добавьте, не одним словом, красиво это напишите. И, ну, я думаю, вы знаете, что и у Google Live, и у Яндекса есть поиск отдельно по картинкам, и с этих результатов поиска тоже идет трафик на сайте. Точно так же и тег title. Он появляется, когда вы наводите курсор, мышь наводите на изображение, у вас появляется упопающее окошко, где название там, текст какой-то с картинки. Здесь вы можете больше уже, я не знаю, проявить фантазии, сделать какой-то маркетинговый вариант текста, написать, например, не просто фотоаппарат, там, модель такая-то, а самый лучший, например, зеркальный фотоаппарат, модель такая-то, что-то такое. И, значит, и третий пункт, это хранение иллюстраций. Рекомендуется, чтобы все картинки, которые есть на вашем сайте, они хранились где-то там на вашем сайте, на одном сервере. То есть, чтобы вы их не подтягивали с других сайтов, да, если вы там где-то увидели классную картинку, скопировали ссылку, вставили к себе ее, и он постоянно, когда страница грузится, он постоянно обращается еще к какому-то другому серверу, и тянет оттуда картинку. Лучше, чтобы все было на одном месте. Ну и как тут пишет Анастасия Ермолаева, картинки, как и текст, должны быть уникальными, что тоже верно, потому что Google, я про Яндекс не знаю, а Google точно умеет искать по картинкам, он умеет анализировать содержимое, то есть он видит, что там нарисовано, и учитывая, да, опять же, понятно, когда плагиат, когда картинка стырена, кто источник картинки и так далее. Очень хорошо, если у вас, ну, понятно, что если у вас, например, магазин «Розетка», да, то вы не будете делать 10 фотографий каждого товара, да, потому что их и так полно, у вас есть фотки от производителя, это все логично. Но уникальный и собственный контент создавать тоже нужно. Например, когда у вас есть какой-то там, ну, интернет-магазин, вы продаете там мобильные телефоны, возьмите, поставьте мобильный телефон на стол, сделайте две фотографии самостоятельно этого телефона, выложите их на сайт, это уже будет плюс к уникальности данной страницы. И сниппет. Значит, нет, не сниппет, сейчас я вам скажу, что у нас дальше. Так, вот следующее, семантическая разметка либо микроформаты. Сразу вот здесь есть несколько ссылок на справку Google, справку Яндекс, есть статью на нашем блоге, на блоге Netpeak, о том, в первых двух ссылках справки есть информация о том, что такое микроформаты, как их использовать, потому что у Google и Яндекса есть особенности в разметке, они могут что-то понимать, что-то не понимать, что-то для них приоритетно, а что-то, что приоритетно, например, для другого, для одного может быть, нивелироваться для другого, поэтому, когда вы оптимизируете свой сайт, вам нужно понимать, что вам нужно размечать с помощью микроформатов на вашем сайте. Это зависит от того, под какую поисковую систему вы продвигаетесь. Если вы продвигаетесь под Доби и Google, и Яндекс, значит, нужно учитывать требования с двух сторон. И на блоге Netpeak есть очень хорошая статья, в которой рассказывается о том, как использовать микроформаты и семантическую разметику для оптимизации внешнего вида сниппетов, когда он попадает на страницу результатов выдачи поисковой системы. Сразу здесь я скопировал, есть два определения, что такое микроформаты, и сверху у нас ответ от Яндекса, вот здесь. Здесь у нас ответ от Google. Абсолютно два разных текста, но смысл обоих текстов сводится к одному, что микроформаты помогают поисковому роботу понять содержимое страницы сайта. Вот это самое главное, что нужно извлечь после прочтения обоих текстов. Так, и у нас есть, значит, специальный инструмент. Я вам сейчас опять включу рабочий стол. Подтвердите мне, пожалуйста, что вы видите инструменты для вебмастеров, которые я вас включил. Хорошо. Значит, смотрите, инструменты для вебмастеров. Заходите в вебмастерку Google, там есть штука, такая называется инструменты проверки структурированных данных. И вот сюда мы можем вбить код сайта. Давайте, например, возьмем вот наше удилище, откроем, давайте, какой-нибудь конкретный товар, вот здесь, например. И даем эту ссылку этому инструменту. Этот инструмент, инструмент проверки структурированных данных, он, смотрите, он показывает нам ошибки, он показывает, какие данные у нас размечены. То есть мы можем просто, когда вы провели разметку, вбить сюда ссылку и посмотреть, что происходит. Значит, смотрите, вот здесь он примерно показывает, как будет выглядеть сниппет. То есть он показывает, что вот у нас title, немного длинноватый здесь, он здесь ставит на три точки, что типа у него не влазит. Здесь у нас будет URL на эту страницу. А вот здесь вот динамически меняется содержимое, оно зависит от запроса пользователя. То есть если, ну, что там, короче, как пользователь задаст запрос, так сюда информация выведется. Здесь может быть в идеальном случае description, в других случаях сюда могут вывести поисковые системы отрывки из текстов, которые размещены на данной странице. И, значит, дальше, смотрите, издатель. Текст издателя подтвержден для этой страницы. Это означает, что Google Plus страница связана с этим сайтом. То есть у сайта есть аккаунт в этой социальной сети Google Plus, плюс оно подтверждено там на Google картах, размещение магазинов. Короче, здесь информация о том, что все хорошо, все подтверждено, все нормально. Код структурированных данных. То есть Google видит здесь title, тип, веб-сайт, там все такое, URL. Он видит здесь картиночки, он видит имя сайта. Значит, что здесь у нас дальше? Значит, продукт, товар, он видит картинку товара. Вот если давайте мы ее скопируем и перейдем по ней, посмотрим ее. Вот, видите, удочка. Если мы перейдем на страницу, то вот она, эта же удочка, эта же картинка. То есть он, размеркой отмечена главная картинка товара, название товара. Вот так оно выглядит. И точно так же оно выглядит вот здесь у нас на странице и ваш один, оно размещено. Instock. Это информация о том, есть ли в наличии. И как мы видим, да, есть в наличии. Все правильно. Значит, и description. Ну, description, вот здесь вот описание, он вот отсюда тянет. Вот, видите, смотрите. Длина 365, длина при транспортировке 186, вот длина 365, длина при транспортировке 186. То есть все четко размечено, все работает, но есть здесь какая-то ошибка. Значит, превью, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла, введите цену. И что-то там такое. Короче, с ошибками нужно разбираться, когда они возникают. Вот этот инструмент, как видите, позволяет обнаруживать ошибки. Значит, дальше. Разметка организации, URL, URL и ссылка на логотип. То есть, если, например, по такому урлу либо брендовому запасу искать картинки, да, то велика вероятность, что в результатах поиска по картинкам выдаст вот нам логотип нашего сайта. И здесь указана валюта, что на сайте используются гривны. То есть, когда, например, ищет человек купить там или стоимость удочки в гривна, то велика вероятность того, что в результатах поиска он получит сайт, у которого в микроразметке отмечено, что сайт в качестве основной валюты использует гривну либо другую валюту. Вот это вот все позволяет нам разметить все данные на сайте и использовать их. Смотрите, значит, как подробнее о том, ну, про сниппет, да, в первую очередь это все нужно для сниппета. Вот здесь, смотрите, на скриншоте есть у нас сниппет. Я просто вбил, так, Олег Крисляк задал вопрос, я сейчас расскажу про сниппет и отвечу на вопрос. Значит, мне не удалось найти пример, где есть пример сниппета с автомобилями или с чем-то еще, я только про рецепты нашел, я много времени не тратил, но рецепты нам тоже показывают. Здесь очень хороший пример сниппета, правда, с самого сайта. Вот, если вы вобьете, возьми, сейчас откройте браузер, вобьете туда фразу рецепт пиццы, то вот этот вот сниппет должен будет быть у вас на четвертом месте, по крайней мере, у меня он был на четвертом месте, и вы увидите, что в принципе там больше ни у одного сайта представленного в топ-10 нету такого хорошего сниппета, как у этого варианта. Ну, при анализе конкурентов стоит учитывать вот эту вот штуку, то есть, вот этот сниппет самый привлекательный, и я уверен, что в большинстве случаев его и нажимают. Почему на четвертом месте, это уже другой вопрос. Потому что ранжирование зависит не только от микроразметки и красивого сниппета. Значит, смотрите, какая здесь информация есть. Здесь у нас есть хлебные крошки. Вот они. То есть, Relax.ua это домен сайта кулинарные рецепты, рецепты выпечки и так далее. Здесь мы видим хлебные крошки, видим, где, на каком разделе сайта находится данная страница. У нас здесь есть голосовалка. Мы видим, что рейтинг этого рецепта 4,8 из 5, потому что здесь 5 звездочек, то есть, у нас почти 5 из 5 оценка на основании 506 отзывов. Мы сразу видим количество отзывов. Это очень полезная информация, потому что одно дело, когда у вас рядом будет сниппет, и будет написано просто пицца такая-то, а тут вы сразу видите, что здесь еще 506 отзывов. То есть, как минимум, 506 человек воспользовалось этим рецептом, они проголосовали и оставили очень высокую оценку. И здесь у нас качественное такое маркетинговое описание страницы, в котором написано, что как приготовить пиццу с грибами и колбасой, подробный фоторецепт приготовления пиццы с грибами и колбасой. То есть, мы видим, что здесь, во-первых, есть слова ключевые, которые мы использовали в запросе, и, во-вторых, есть дополнительная интересная информация, что это подробный фоторецепт. То есть, человек, который ищет рецепт, он сможет посмотреть фотографии, все такое и так далее. Ну и здесь то же самое, только пример с переменями. Вот таким образом с помощью микроразметки можно добиться создания вот таких красивых сникетов, которые на странице результата выдачи действительно выделяются и привлекают к себе внимание, тем самым побуждая пользователя кликнуть на них. Значит, Олег Истяк спрашивает, как влияет на продвижение разметка OpenGraph. OpenGraph – это разметка для социальных сетей, ее нужно обязательно использовать, в докладе я об этом ничего не сказал. Вы обязательно, все другие слушатели, если не знаете, что такое OpenGraph, то почитайте. OpenGraph, он задает, он дает данные, вы когда, вот есть страница, да, какая-то, давайте посмотрим на каком-то, сейчас я вам включу опять рабочий стол и давайте на примере каком-нибудь я вам быстренько покажу. Так, мне нужна какая-нибудь страница, которую можно будет лайкнуть. Давайте откроем наш сайтник Пика. Там, кстати, используется OpenGraph и можно будет сразу посмотреть, что это такое. Значит, смотрите, вот так вот в коде сайта выглядит OpenGraph, вот здесь указано, что это Facebook OpenGraph, мета, прополки, бла-бла, URL. Когда вы будете лайкать вот эту вот страницу, давайте найдем где здесь кнопка лайкнуть и нажмем ее и посмотрим, что произойдет. Значит, смотрите, вот Facebook. Ссылка на Facebook. А вот нравится, давайте жмем. То есть, мне сейчас не предложат вводиться. Не, мне предложат вводиться. Не смогу вам показать, поэтому с кодом разберемся. Я думаю, вы поняли, что когда вы жмете какую-то лайкнуть, хотите какую-то страницу, у вас выскакивает окошко, в котором сразу есть какая-то иллюстрация, есть какой-то текст и есть ссылка на какую-то страницу и это пойдет к вам на стену Facebook, либо ВКонтакте, или в Google Plus, или в Twitter. Так вот, Open Graph позволяет сразу задать необходимые данные. То есть, вы можете, если, например, это страница с товаром, смотрите, где наши удочки, я их закрыл. смотрите, если у нас страница с конкретным товаром, вы с помощью вот этого кода вот здесь вот можете сразу задать вот имидж, дать ссылку на конкретную картинку и когда пользователь будет лайкать, он уже не будет как в большинстве случаев выбирать из десятка картинок, которые есть на этой странице, потому что пользователи дают возможность, они тянут информацию о странице и там дают возможность выбрать из десятка картинок и, например, пользователь выберет неудачную картинку в виде вот этой, а вы сразу по умолчанию даете красивую картинку вот такую до страницы, после этого вы даете правильную ссылку, чтобы пользователь лайкнул и расширил нужную ссылку, например, сразу ссылку на страницу этого товара, вот здесь вот, это задается в URL, здесь вы прописываете конкретный URL, не просто там ссылка на главную, да, а ссылка на страницу товара, вот здесь вы задаете конкретное описание используя атрибут title с помощью конграф вы задаете конкретное описание и description то есть это будет название выводиться название поста в социальной сети который расшарил пользователь и вот здесь будет описание этому же посту опять же его текст вы можете конкретно сами написать и что у нас здесь дальше и по веб-сайт картинка вот здесь ниже бог для вконтакте ниже блок для google плюс ну я думаю что если те кто не знал они поняли а те кто знал поняли что эту штуку нужно обязательно использовать вот так пока вернемся к микроразметки обычной есть опять же несколько стандартов я вам ссылки давал вы сможете прочитать там используется и что схема . org и микроформат что-то там я не помню это основные стандарты которые сейчас используют войсковые системы подробно о них по ссылкам вот на этом слайде вы сможете прочитать в google веб-мастерке есть еще возможность постоянного мониторинга правильности разметки вот здесь вы видите динамику появления увеличение количества данных с разметкой количество ошибок здесь видите здесь видите типы данных источники да например здесь схема орки и микроформат один раз есть количество страниц там элементов на странице вся короче полезная информация вот здесь на этих страницах собрана ее нужно обязательно использовать все это есть веб-мастерке google какой-то вопрос если сейчас посмотрю значит олег кисляк спрашивает влиять ли положительно на продвижение использования метанейм автор контент бла-бла-бла смотрите метанейм автор точно положительно влиял у гугла еще до недавнего времени но совсем недавно google решил убрать фотографии авторов из результатов вытачи и скорее всего этот фактор нивелируется ну скажем так его роль не столь велика сейчас как это было совсем недавно то есть в любом случае указывайте авторство контента который вы размещаете на сайте я уверен что этот фактор положительно влияет в любом случае насколько много пока не ясно потому что google точно уменьшает значение этого фактора крайне мере фотки точно пропали и где то есть начать же не можете посмотреть где-то было даже статья и там вроде какое-то исследование проводили можете поискать но в любом случае авторство обязательно указывать это это фактор точно работает вопрос на сколько это другой вопрос анастасия спрашивает полезны религи по репосты google плюс но смотрите как минимум это дает вам на какую-то внешнюю ссылочную массу и релевантную потому что пост содержит название страницы на которую есть изображение да как минимум это хорошие ссылки с другой стороны не забывайте что это социальные сигналы из социальных сетей а google в частности свою собственную сеть google плюс любит и конечно посты из google плюс это фактор который участвует в транжировании и чем их больше и чем они качественнее тем конечно лучше поэтому если у вас есть обязательно для своего сайта регистрируйте аккаунт google плюс обязательно отмечайте его на картах и пытайтесь создать какую-то социальную активность в этой группе на google плюс чтобы пользователи репостили что-то там лайкали ваши страницы плюсовали их и так далее это относится не только google плюс а ко всем социальным сетям потому что социальные сигналы играют большую роль в ранжировании сайтов и перейдем дальше значит смотрите я вас прошу задавать свои вопросы потому что наш вебинар подходит концу и очень скоро я смогу ответить на ваши вопросы которые вы зададите значит смотрите здесь небольшой список того что я бы рекомендовал вам прочитать первое что нету в этом списке я вам сейчас вот здесь вот кину ссылку это статья с хабры из блога google которые они это наверно сегодняшняя или вчерашняя новость сейчас я открою и скажу вам точно да это вчера новость в 7 вечера google написал о том что они работают надо отслеживанием скажем так фактор подходит ли сайт как удобно он будет выглядеть на мобильных устройствах да вот этот фактор мобильности сайта он приобретает все больше вес да и в скором времени google будет отводить все больше внимания этому фактору будет давать больше вес во время ранжирования сайтов в этой статье подробно описано в принципе данные ссылки на инструменты с помощью которых вы можете проверить свой сайт узнать что думает о нем google на предмет того как он будет отображаться на мобильных устройствах и другая сопутствующая информация обязательно прочитайте потому что мобильные версии сайтов нужно развивать это точно и google нам сам об этом говорит а значит здесь я вам даю несколько полезных ссылок это аналитический материал это ссылки наших ребят на блоге нет пик и здесь еще внизу есть несколько ссылок не обращайте внимание на то что они внизу по значимости они не последний здесь есть справка google обязательно заходите туда я вам рекомендую вообще после вебинара просто зайти посмотреть что там google пишет да посмотреть хотя бы какие разделы если пушат и в справке google и справки яндекса есть такие разделы как рекомендации по улучшению там качество контента на сайте если статьи типа чем не качественный сайт отличается от качественного то есть прочитав ее вы поймете что google и яндекс подразумевают под фразы качественный сайт качественный контент некачественные и так далее то есть обязательно зайдите и посмотрите значит и руководство поисковой оптимизации для начинающих здесь прямая ссылка на pdf документ если вы вдруг этот документ еще ни разу не видели то обязательно возьмите и посмотрите там очень много полезной информации по оптимизации и что самое главное это информация от поисковой системы от google то есть если google говорит что нужно так делать значит так и нужно делать вот здесь вот материалы даст есть некоторые сложные материалы например вот анализ доклада алгоритм текстового ранжирования яндекс вами 2006 2006 это конечно было очень давно но алгоритм с тех пор до никуда не пропал он только улучшался поэтому узнать как он работает нужно как работает алгоритм текстового ранжирования яндекса это ответ на очень частые вопросы о том как нужно писать тексты да вот если вы будете знать как поисковая система анализирует ваши тексты как она их сравнивать и как она их ранжирует то тогда принципе вы будете понимать и как их писать чтобы она их лучше ранжировала и все такое здесь и как-то был вопрос про алгоритма вот это симатического анализа для поиска информации вот у нас здесь есть отдельная статья по этой теме статья достаточно сложная он ее писал наш специальный математик коллега мой кирилл с олегом саламаха олега я думаю вы знаете он директор сервиса продвигатор значит статья сложная но полезная если вы ее осилите будет очень хорошо а также советы по об и тестировании об и тестировании обязательный атрибут при оптимизации сайта потому что эксперименты нужно проводить всегда нужно всегда искать пути увеличения трафика пути увеличения конверсии на вашем сайте и так далее достигать этого можно ну получать правильную информацию можно благодаря проведению тестирование на вашем сайте вот 10 полезных советов по проведению тестирования дает мой коллега алексей больше посылки которую я вам дал есть еще интересный материал о том как арфе графические ошибки могут повлиять на позиции сайта в выдаче тоже очень интересно обязательно прочитать и и так далее значит теперь я вас попрошу запомнить быстренько мини опрос наш стандартный просто поставьте оценки скажите понравилось ли вам выступление тема доклада и так далее если у вас есть какие-то пожелания записывайте их текстовое поле внизу а пока вы это все заполняете параллельно я могу ответить на новые вопросы которые вы задали олег кисляк спрашивает какое оптимальное количество внутренних ссылок на сайте 100 или 150 смотрите нету такого числа да ну это зависит от объема вашего сайта в первую очередь поэтому если это если я правильно понял да но если у вас на странице за тысяча на сайте 1000 страниц дата значит у вас как минимум есть тысяча ссылок на эти страницы то есть здесь нет никакого понятия есть понятие как грамотная перелинковка да как правильно вы переливаете раздаете вес вот этот внутренний по страницам вашего сайта вот этот вопрос главный правильная перелинковка а количество многих ссылок это просто от объема сайта чем больше сайте мы больше конечно будет значит евгений который пропустил вчерашний вебинар до презентации уже выложена если попрошу свою коллегу чтобы он скинул ссылку на вчерашнюю презентацию и на этой же странице через буквально пару дней выложим и из видеозапись вчерашнего вебинара а пока вы будете ждать можете посмотреть видеозапись предыдущего вебинара который называется техническая оптимизация там тоже много интересного а вот тут пишут что уже даже вроде как и есть видеозапись вчерашнего вебинара да мне подтверждают что есть видеозапись вчерашнего вебинара я просто сам не видел еще тогда просто отлично все можете уже и и смотреть буквально после завершения этого вебинара запись на этот видео вебинар тоже будет через пару дней и я щас попрошу свою коллегу чтобы он сбросил ссылку нам на презентацию сегодняшнего вебинара Вячеслав как использовать длинный хвост низкочастотных запросов в интернет-магазине куда их все вписывать вчера был похожий вопрос у меня пока еще не было время и я вчера постарался ответить на него вы можете этом видеозаписи посмотреть так как вопрос повторяется давайте наверное мы подготовим какой-нибудь хороший ответ и ну потому что так сходу хорошо не ответишь и мы обязательно отметим на вот этот вопрос про использование хвоста низкочастотных запросов мы ответим на него в рассылке нашей следующую рассылку которую вы получите будет с ответом на этот вопрос если у вас есть еще вопросы пожалуйста задавайте как всегда я вам рекомендую подписываться на наш блог там очень много полезной информации по сио по интернет маркетингу и по всему остальному если вопросов больше нет ссылки на презентации у вас уже есть в чате все ссылки о которых я говорил есть в презентации тогда всем спасибо за внимание и до свидания ждем вас на наших следующих вебинарах а